Как ты думаешь, что было самым сложным для меня с момента нашего расставания и почему? Не знаю, самым сложным, наверное, ну, как-то понять, что все. Какие твои три любимых воспоминания о нас? Не нужно подумать. Наверное, Новый год последний был, было хорошо. Каждый день, в принципе? Не совсем. Наверное, первые наши прогулки, ну, не обязательно же давать какой-то прям четкий день. Поэтому, я думаю, что наши прогулки по Урицкому, наверное, в начале наших отношений. Ну и время с семьей, да, это очень теплые воспоминания, очень важные. В какой конкретный момент ты понял, что хочешь, чтобы мы были вместе? Первый день я тебя увидел. Я был без очков, у меня зрение минус шесть. Ну, как только увидел, понял, что даже без очков, очень красивая. И в этот день я понял, что хочу. Прямо в этот день? Ну, не совсем. Может быть, через пару суток, потом, после. Понятно. Ты в какой день пенела? Я попозже. Наверное, через месяц. Серьезно? Ну, футбольный, наверное, да. Какого эпизода в нашей жизни ты бы хотела, чтобы никогда не был? Не знаю, я не могу сказать, что есть какой-то конкретный. Ну, в любом случае, все невзгоды, которые были, они сформировали наши отношения такими, какими они были. И я бы ничего не хотела убирать, я думаю. Думаю, что да. Так. Как думаешь, в какой момент мы были максимально близки? Ну, наверное, после года, после двух лет, когда, ну, максимально мы уже притерлись друг к другу, в тот момент, наверное, максимальная близость была. Когда ты... Ну, когда я чувствовал тебя, ты чувствовал меня. Все замечательно. Был момент, что Милена подарила мне на какую-то дату билеты на футбол. Я ярый фанат футбола, а нас абсолютно нет. И она пошла со мной смотреть на Рубин Спартак. Это было первое место. Вместе болеть. Но это все равно было очень уютно, здорово, я не ожидал. Ну, да. Приятно, что мои увлечения тебе нравятся. Ну, последствия, конечно, мы больше не ходили на футбол никогда, но хотя бы один раз. Ну, вначале мы пытались поддерживать интересного друга. Ты. Как я изменился с того дня, когда мы познакомились? Ты стал очень упрям. Упрям и тревожен. Упрям и, да, и тревожен. И с этим в отношениях было очень тяжело справляться, потому что, когда я с тобой знакомилась, ну, возраст тоже дает себе знать. У меня тебе было 17, мне 16. Это было достаточно беззаботное время, и тогда мы не были раскрыты. Возможно, ты был более заботлив. Потом это как-то начало сходить на нет, но я думаю, что это опять-таки из-за каких-то внутренних проблем в наших отношениях. Из хорошего ты стал более сосредоточен на каких-то своих, на самом деле, больших целях. У тебя как будто в голове стала появляться более четкая картинка. И, ну, да, это не может не радовать. Как ты объяснял причины нашего расставания близким и друзьям? Ой, мне очень интересно послушать ответ на этот вопрос. Абсолютно никак. По сей день меня спрашивают родители, друзья. Почему в итоге расстались-то? И что ты говоришь? Я говорил, что, ну, пришли к этому вместе. Обсудили. Все за и против. Но так таковой причины нету, на самом деле. А вообще у тебя родители, друзья, все знают, да? То, что мы расстались? У тебя что нет? Ну, теперь все знают. Привет, друзья! Спасибо, что смотрите это видео. Сегодня мы хотим вам рассказать об уходовом средстве от бренда профессиональной косметики Нью Дермис. Нью Дермис – партнер этого выпуска. Смотрите, это мицеллярный пенящийся гель для умывания. Берем, выдавливаем и наносим. У этого геля приятная, нежная и прозрачная консистенция. Благодаря уникальной мицеллярной системе Нью Дермис мягко и быстро очищает кожу лица, глаз и губ от макияжа и даже водостойкой косметики. Даже если во время умывания немного средства попадет вам в глаза, то вы ничего не почувствуете. Гель не щиплет глаза, а в составе содержит пребиотик. Нью Дермис – это уникальная технология. Активные ингредиенты геля продолжают увлажнять, защищать и оказывать антибактериальный эффект даже после полного смывания. Средства на лице уже нет, а его действия есть. Именно после использования кожа увлажняется и наполняется свежестью. Это совсем другое очищение. Поэтому переходите по ссылке в описании и вводите промокод СИКРЕС, чтобы приобрести мицеллярный пенящийся гель для умывания Нью Дермис со скидкой 15%. Как ты думаешь, что я считаю причиной нашего расставания? Я думаю, что ты по большей части винишь себя в этом, мне почему-то так кажется. Не виню, просто фиксирую. Короче, мне кажется, что ты виноват в том, что мы разошлись. Но на подсознании, я думаю, ты меня где-то коришь тоже. Серьезно? Да, я думаю, что да. Точно нет? Ну, ни капли. Я не знаю. Возможно, просто ты винишь себя за то, что ты не смог со мной ужиться и как-то... уступить мне в какой-то момент, чтобы мы могли что-то продолжить. Я думаю, что дело в этом. Как думаешь, какой твой поступок сделал мне больнее всего? Я бы хотела, чтобы ты отвечал честно. Ну, то есть... Ну, мимолетные измены, я так это называю. Ну, просто поцелуй обычный, ветреный. И, ну, я поступил не очень то, что я тебе в глаза в глаза это просто, ну, сказал. Вот. Я думаю, что это. Да, самое больное было то, что ты сказал. Даже не то, что ты сделал, а то, что сказал. Это было херово. Sorry. Sorry вообще неуместно. Ты. Не забывай, пожалуйста. Как изменились твои чувства ко мне? Я не знаю, может быть, я больше успокоилась, потому что раньше у меня были какие-то обиды, в любом случае какие-то неопределенности в голове. У меня не было всех ответов на вопросы. У меня к тебе просто добрее стало отношение. Я понимаю, что ты очень близкий для меня человек, и то, что мы с тобой там какой-то долгий период не общались, да, по мне это тоже бьет, мне тоже тяжело с тобой вообще не общаться, не контактировать. Но я думаю, что для нас обоих это правильно. Вот. Но чувства изменились, можно сказать, к лучшему. Я просто успокоилась, и стало, да, стало теплее к тебе относиться. Окей. Как ты думаешь, что было самым сложным для меня с момента нашего расставания, и почему? Не знаю, самым сложным, наверное, ну, как-то понять, что все. Наверное. Ну, в принципе, я не знаю, как, наверное, девочки это хуже переносят. Ну, когда как. Вот. Но вы в любом случае сентиментальнее гораздо. А тебе в коем момент было? Первые два дня. Нет, потом тоже, но первые два дня было хуже всего. Первую ночь. За первые два дня я зацепилась. Ты мне сказал, что потом вообще все было не так. Ну, типа, потом было. Ну, ты зацепилась тогда, да, что, ай, ты только там полтора дня переживал. Не так я. Я сформулировал тогда тебе так, что я полтора дня был херове всего. После, ну, просто тоска, грусть, ну. Типа, все, все, все пошло в лучшую сторону. Ну, просто, да, время в любом случае лечит. Кто бы что ни говорил. С какой-то стороны, да. Какие выводы ты сделала из наших отношений? Чего ты не будешь повторять в других отношениях? В первую очередь, мне кажется, не стоит норовоучать человека. Не надо... Ты не норовоучал на меня? Нет, у меня все равно было ощущение, ну, временами, что я такая, ну, вот мне нужно ему объяснить, мне нужно что-то там сделать. Значит, я хорошо это скрывала. Мне нужно объяснить, мне нужно показать. Такие немножко мамские штуки включались в отношениях. Я думаю, это не очень правильно. Это начало конца просто, когда у тебя начинают возникать такие мысли. Просто меньше лезть к тебе с какими-то... Меньше лезть к партнеру с какими-то своими тревожностями, которые касаются только его. То есть не лезть в рабочие процессы и так далее, потому что я думаю, что это бьет. Кому-то нравится, на самом деле, не обязательно. Ну, не так активно, как я это делала. Да, просто я такой человек. Не пытаться постоянно переубеждать, да. То есть... Ну, даже банально психолог. Сколько раз я умоляла и просила, и плакала, что я только не делала, чтобы... Пожалуйста, господи, пойдем к психологу. Ну, кстати, я до сих пор думаю, что если бы мы пошли, то сейчас бы мы бы тут не сидели. Но... Сидели бы в другой рубрике. Свадьба уже. Может быть. Финеры из-за психолога. Ну, в любом случае, когда я получила уже однозначный ответ, мне нужно было... перестать нагонять эту тему, но... Нет, значит, нет. Просто нужно запомнить. Да, нет, значит, нет. Да, это очень важно. Это очень важное правило. Супер легко. Вот. Но... Да, я думаю, просто... В целом, просто меньше лезть в жизнь партнера. Я думаю, что выводы такие. И стараться больше его слушать. Если бы мы познакомились сегодня, думаешь, мы бы стали встречаться? Если бы какая-то такая прям обстановочка была, то, конечно, да. Ну, не факт, что встречаться, но... Около того. Нет, ну, ты вот... В состоянии, в котором ты сейчас пребываешь... Ты бы... Если бы я тебя не знал? Да. Ну, круто, привет. Давай знакомиться. Ты хочешь все обнулить? Да, не знаю, нет. Не хочу. Жалеешь ли ты о том, как наши отношения закончились? Хотела бы что-то изменить? У меня два ответа на этот вопрос. И да, и нет. Я, на самом деле, долго думала, что наши отношения, они... будут с крайне долгосрочной, перспективой, но просто из-за того, что мобы упрямые бараны и очень большие эгоисты, на самом деле. я считаю, что в отношениях может быть только один такой человек. Когда таких двое, это всегда столкновение интересов и поиски компромисса либо занимают какое-то очень внушительное количество времени, либо вообще он не находится, как вот у нас-то произошло. Возможно, просто проблема в том, что мы оба слишком сильны, наверное, по характеру. Так не скромно, но пофиг. И, ну, условно, ты не будешь там прогибаться под меня. То есть, как это там делать, что мужчина там женщину учит, там воспитывает всю жизнь. Да, у меня вообще другая молодая семья. А ты абсолютно, да, не такая, что ты равноправие, там все. Я, в принципе, тоже, но... Про равноправие я поняла свои косяки. Какие? То, что на самом деле я очень часто выворачивала это равноправие в свою сторону. Да, я тебе это говорил, да, 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 да. Равноправие только там, где тебе удобно. Да, я просто не хотела тебя слушать в тот момент, и поэтому до меня это не доходило. Я это сразу резервнула. Вот видишь, сколько ценных уроков тебе дало три года всего лишь. Сколько ты всего уже узнала. Да. И что бы ты хотел мне пожелать? Это в карточке написано. Только всего самого лучшего. Я хочу конкретики. Чтобы ты так же сияла, была счастлива, преуспела там в своем любимом деле, какое бы оно ни было. Почему ты согласилась на расставание? Не знаю, порыв какой-то. Ну... Ну, точнее, будем мы мириться или будем мы расставаться? Ну... Я почему... Я вообще шел сначала просто мириться. Ну, у меня так часто все меняется, нестабильность. Я тогда... Ты шел мириться? Ну, не мириться, но как минимум там точно не расставаться почему-то. И такой дождик пошел со снегом, хотя это апрель. Я такой думаю, блин, неужели Всевышний меня как-то, может быть, сбивает? И поэтому я так... Ну, я еще в очень таком состоянии не особо трезвым зашел. Поэтому так. Вот. Ну, то есть это был... Ну, и в принципе, у меня всегда я разделен на две позиции. Это я свободный Адельчик, порхающий по миру, и я лапочка там в отношениях. Вот. И, в принципе, оба мне этих амплуа очень нравятся. Очень. Но... Когда как, короче. Ясно. Тебе было бы больно, если бы я был с другой девушкой, например? Или уже нет? Чувство собственничества все равно не ушло в любом случае. Я, кстати, об этом задумывалась. Я думаю, что мне бы было больно осознавать и какие-то картинки у себя прокручивать. Как ты можешь нежно обращаться с кем-то еще? Ни с кем не могу. Так же, как со мной. Только сестренкой. Это ментально может, да, меня убивать, но я думаю, что со временем это пройдет. Просто это сейчас, скажем так, ну, почти свежие раны. Вот. Что я в отношениях делала неправильно? Вот прям по пункту перечисли мне, пожалуйста. Ну, нету такого. Для меня ты была абсолютно совершенной девушкой, которую я вижу перед собой. Там, матерью моих детей будущих, там, женой и так далее, 100%. Просто, я говорю, столкновение характером такая какая есть. Я не могу сказать, что ты делал неправильно, не знаю. Сколько мы ссорились последние полгода? Это же было не просто потому, что, ну, тебе не захотелось поссориться. Это было просто потому, что, ну, молодые. Ну, я молодой, горячий. Поэтому так. Ну, поэтому я ревновал там, где не надо ревновать. Поэтому там я грубил, там, где грубить особо не нужно. Нет, понятно, ты где-то тоже была неправа. Но я не могу сейчас вспомнить такие моменты. Все ок, не загоняйся. Я не загоняюсь, мне просто интересно слышать твое мнение. Я что не так делал? Ты через чур меня ревновал, ты меня не хвалил. Не хвалил, точно. За мои рабочие достижения. Да, кстати, возможно. Ты всегда это воспринимал все в штыки. Да, правильно. Это вообще убивало, конечно. И грубил мне. Ну, вот грубил, это вообще не так абсолютно. Часто. Это очень редко. Ну, чтобы вы понимали, это такой человек, что, например, вот таким голосом я скажу, я то сразу, солнышко, пожалуйста, зачем мне грубишь? Нет, это не так. Ну, я не воспринимаю. Если я просто говорил громко, это не значит, что я грубил. Ну, извини, прости, если что. Угу. Прощаю. 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 Прощаю.